Сегодня у нас в Афганазии идет защита проектов. Всю неделю она распределили. Сегодня еще это историки. В 1934 году не используют, однако всегда и в очень коммунной роде. И в 1954 году он возвращается в Дмитрия, в Почти Львович. В Дмитрия Агнея Васильевна, у которой в комнате размером 9 квадратных метров семь человек в семье Макаров проживали около трех месяцев. В 1950 году он Александр Васильевич назначает председателем колхоза имени Киева, деревни Бараново, а затем председателем колхоза Спарта, деревни Мельниково. В мае 1972 года его перебудет в начальство университетов участка и выделяет в береге двухкомненную квартиру на Леховскую улицу, дом Санкт-Петербурга. Как вспоминает Данила Александровна, дочь Александр Васильевич Макаров, мама села на диван и сказала ему, куда бы тебя ни направили, я больше из них никуда не уеду. Семь раз в семье доезжала смерть на место. Но почему же так стало с урой? Ольга Федоровна была очень хорошей подгибой. Впервые она устроила работу в 1961 году на Нейкорскую экспериментальную фабрику, в которой работала до самой пенсии. До этого она нигде не работала, воспитывала четырех детей, сама шила и всю одежду, взяла за как надо. Устроить план на работу позволили Ольге Федоровне сама выразиться за долгие годы. Именно по этой причине она не хотела больше никуда уезжать. В 1961 году появились первые корпуса Нейкорской экспериментальной фабрикции. И первым директором Нейкорской экспериментальной фабрикции стал Александр Васильевич Макаров. Семеновнолетний, забросовенный троп, награжденный оттеном трудового красного знания. Юбилейный медаль за доблестный троп в знаменовании столетия за дне рождения Владимира Ильича Аденева. Юбилейный медаль 30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1942 года. Что им достигнуто? Какой осталось след? Что пропускать сделал он в общее дело? Какими качествами я обладал? И каков общение другими людьми? Этому и посвящено было мое исследование. Александр Васильевич был человеком своего времени. Он активно принимал в шею в делах не только малой родины, но и всей страны в целом. Он прекрасный пример, как талантливый водитель, так и заботливого отца, внимательного и вельного супруга. И мы благодарим Александра Васильевича за руки жилья, активную гражданскую позицию, за отношения к людям, как же он дал его отдавать ежедневно. В заключение, мне бы хотелось поблагодарить Галину Александровну Горьеву, которая представила мне полезный материал о своем отце, воспоминаниях, а также некоторых срекривенческих людей, и в частности, Татьяну Вячеславовну Тихонову. Тихонову, спасибо большое за внимание. Тему моей работы — это строительский храм в селе Йонсово. Я не случайно люблю эту работу. На выбор темы для этой работы повлиял просмотры фотоцикла «Заброшенный храм Нерецкого уезда» автора Игоря Стреникова. Вот он представлен на слайде. Он был опубликован Нерецкого уезда в 2014 году. В каждом российском селе за 2017 год действовала церковь, которая играла король архитектурного и общественного центра селения. Но это было. Многие храмы уничтожены, другие рушатся, непомбуты и отступы к ним. Этот процесс не менял в храм селе Йонсово, который стал веком на его исследование. Актуальность. Актуальность данной темы можно выразить словами нерестописательницы, не теряясь диагнозом. Мы малообразованные, живем в старинном уездном городе, среди памятников группы старины. И ничего не знаем о них, а интерес к прошлому становится делом специалистов-перебителей. Цель моей работы и исследования истории Троицкого храма в Селенинском. Задачи. Я поставил перед собой следующую задачу. Проследить восстановление Троицкого храма, историю его создания внешнего и внутреннего храма. Выяснить имена священников и церковных служителей, которые служили в этом храме в разное время. А также рассказывать об отце Николая, Николая Пасмельцевич Завариня, в последнем юридическом пастыре. Отдельное спасибо хотел выразить Тихону Татьяне Вячеславовне, которая предоставила документы, исходную в Нерестовский реческий музей. А также главную библиотеку РОООО. Библиотеки Миндива и Романова Медведенева. Юмсона. Многие знают, что это за село, на подъезде которому установлена стела с изображениями Айска. Айсты — это бренд юридического края. Они жили на колоколе Церкви Святой Троицы. Именно благодаря им село Ивлодна, в руках у них чая. Но рот поднялась в карнете чудесных птиц. Теперь айстов нет. Первый упоминание о Юмсоне относится к 17 веку. Древний юридический стан располагался по берегам реки Речки Юмсона, притока реки Солоница. А возраст с деревнями переруби Степанцева, Коселькова, Катерийской облоги и Росина был пожалован военным Федором Шереметься. Вот у нас. Проходи, Максим, проходи. Да ладно, не надо. Закончили защиту. Наши одиннадцатиклассники. Сейчас подведение итогов. Алексей Александрович подводит итоги. Это у нас третий день. Восстанавливается с компетенцией. Вы слушали, как вы говорили, но есть много моментов, которые... Особенно к физическому фонуирую. Я как будущие выпускники должны значительно отобращать внимание. Когда вам будут создавать музыку какую-нибудь серьезную работу, могу из-за удовольствия, потому что все-таки не будет серьезной музыкой, это надо обращать внимание на фотографию, на гидраль, на все однобладления, на точки, на джидей, на снос, на сценку, на все. С точки зрения стабильности брать классических работ, чисто, хороших, по форме. Где-то у кого-то обязательное предложение не понравится, у кого-то не старается. У кого-то большие пробелы. Слова, графические. Это я вам так и нарушение говорю. То есть в следующий раз все через утро. Не даром научные руководители вас так дрессируют, натаскивают на это, чтобы обращали внимание. Потому что если вы придете, вам будет сложно. С этим столкнуться. Ну и приятно. Мы завершили, значит, сегодня наш проект с ученой историей. И поздравляем вас. Вы все-таки сумели уже часть своих вот этих тяжких обязанностей школьных званий сегодня. Когда вы защитили проект, у вас остались только одни экзамены и государственные наши. Вот. Ну и вручаем наш тестат, точнее сертификат. Сертификат первой выступающей Черкашиной Антону Ислановну. Отлично. Отлично. Единственное, что нам, да, там немножечко, не технически. Мы на городе, как бы вам говорили. Очень-очень. Давайте. И вас поздравляем, что вы говорили. Спасибо. Ну, ой, мы все стоим вот так красиво. На памятной фотографии все стоим. Аплодислав Романович. Приятно, что Манислав поработал. Вот. Приятно, что он разговаривает у нас с Мераурой Тихина, всегда в его место очень вас поправит. Спасибо. Акцент отлично. Акцент отлично. Акцент отлично. Акцент отлично. Слаза Максиму Алексеевичу. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Маниславович, отпусти минуту славы. На скарс. Помните, что это на минуту слава только минута. Спасибо. Оценка отлично. И меня у нас татьяна есть обязательно. Очень хорошо выступил slide. Я жалую, что на парус не остались. Продолжение. Оценка отлично. Так. Акцент отлично. Азерова Тихина Есть на всех? Корректор «Выливых» . Аплодисменты. Вы что-то прямо так в доске прижались, поближе сюда. Сейчас, ну не вспышка есть, сейчас я скажу. И гостей наших тоже, пожалуйста. Встали бы тоже вместе, и комиссии бы встали все. Мы работаем. Молодцы, интересная работа. Такой груз двухлетней работы скинули. Спим спокойно. Нет, теперь готовимся к ЕГЭ. А я сейчас у Наташи сброшу. Вот такие сертификатики получают каждый защитившийся у нас. То есть здесь прописано фамилия и имя. Вот такие сертификатики о проекциях. Вот такие сертификатики о проекциях. Наташи сброшу в офис. Анташи сброшу на сажу. по ш MERC.